Приветствия на ирзианском языке и вся программа творческого вечера на ирзианском. Родной язык здесь любят, на нем пишут стихи и сочиняют песни. Инициаторы ведущие творческого вечера Николай Карпов. Он и сам выпустил сборник стихов, но сегодня с гордостью читает и поет произведения других авторов. Все они родом из села Кабаева Дубенского района. В центре внимания творчество молодого поэта Алины Подгорновой, Александра Арапова и Леонида Седойкина. Одно дело, когда ты сам читаешь свои стихотворения, а другое дело, когда это делает другой поэт. Не просто человек из стороны, а человек, который непосредственно причастен к этому всему делу. Потому что Николай и сам пишет стихи, он един в нескольких ипостасях, он и композитор, он и поэт, он и друг. А кроме того, талантливый педагог Николай Карпов преподает русский и ерзианские языки и литературу в одной из школ поселка Рамаданово. Его любовь к родному языку не ограничивается преподаванием. На ерзианском он думает, говорит, творит. Новые стихи и песни рождаются регулярно. Встреча единомышленников – отличный повод поделиться ими. Вообще у нас дефицит литературных вечеров. И вот из этого дефицита возникла идея провести такой вечер. На творчество писателей и поэтов из Кабаева выбор пал не случайно. Имена этих авторов известны не только в Дубенском районе. Их произведения знают и любят по всей республике и даже за ее пределами. Эти люди очень талантливы, у них очень большое поэтическое слово. И в них в произведениях звучит красиво ирзианская речь. Они пишут о любви, о дружбе, о красоте своего родного края, о красоте природы, которая окружала и окружает их. В музыкальной гостиной Пушкинской библиотеки собрались писатели и ценители ирзианской поэзии. Все было продумано до мелочей – уютная обстановка, сценарий, звук. Эмоциональное, захватывающее и динамичное выступление оценили все гостям поэтического вечера. Ольга Данилова, Андрей Просвиркин. Народные новости.